Всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть в Planet Zoo. Еще один день, видимо, доступная игра, то есть вот сегодня 8 число утра, я думаю, что может быть где-то днем закроется доступ, может быть вечером. Скорее всего вечером, да, так что есть возможность записать еще один выпуск. Мы с вами возвращаемся в нашу франшизу, и мне тут вот натурально ночью приснилось, как я строю одну фишку, и сегодня попытаемся это с вами воплотить в жизнь. Соответственно, если получится, то, естественно, этот выпуск попадет, я это объясню, расскажу, если нет, то нет, но я сейчас немножечко поэкспериментирую, посмотрим, как будет получаться. Но в первую очередь, как помните, в прошлом выпуске у нас появился маленький детеныш-тапир, вот он у нас здесь, возраст у него 0,9, ну и в принципе пока что все хорошо, опять же, у него только вот продолжительность жизни, оранжевая, все остальное там нормально. Так вот, у нас с вами, смотрите, здесь есть отдельная как раз закладка продажи экспозиционных животных, и для них нужно ставить, я так понимаю, террариумы, соответственно, давайте посмотрим. А, это типа центр обмена, хорошо. То есть, например, здесь продается вот гигантский лесной скорпион, можно купить его дальше. А, только один? Ну, хорошо, ладно. Обыкновенный, обыкновенный удав, соответственно, это самочка, может быть, даже есть получше, сейчас посмотрим. Вот, за 168 баксов тоже приобретем, это самец. Так, вообще-то удавов здесь было гораздо больше, секундочку, давайте пролистаем, просто так листал-листал, смотрел. Обыкновенный, хорошо, зовут Маргарита. А, может быть, еще что-то получше есть? Вуу, дровосек титан за 112 баксов. Да давайте возьмем по-любому. Так вот, стоят они копейки, при этом они будут привлекать все-таки людей в зоопарк. И я хотел для них построить, если так можно выразиться, подземный террариум. То есть, у нас с вами уходить он будет под землю. Или, может быть, он будет на том же уровне, как и земля идет, но над ним что-то будет еще. Соответственно, для этого у нас с вами как раз в ландшафте, вот в этом вот строительстве, форме, есть возможность выкапывать. И мы можем, секундочку, при помощи этого, я так понимаю, то есть, например, здесь выкопать только не очень глубокий, высота у нас будет пускай вот так вот, 4. Соответственно, вот здесь вот мы с вами выкопаем небольшое такое углубление. То есть, это будет вот так вот, раз, дальше. О, там дерево, дерево у нас на самом деле там не нужно. Сдвинулось, хорошо, я тебя понял. Я думаю, что этого пока что хватит. Вот дерево, вот это мы просто с вами удаляем. А что если я положу вот сюда, а потом вот сюда проведу? Во, все, получилось отлично. Соответственно, здесь будут перила. Вообще, перила это классно, мне прям нравится. То есть, дорожка будет проходить сейчас вот здесь, вот есть. То есть, единственный момент, что мне не нравится, это то, что нужно все это еще немножко расширить. И расширить больше нужно в эту сторону. Сбежало опасное животное, че? Где? Страус, экстрен отлов. А почему оно сбежало? Ну-ка, лети-ка обратно. Сейчас его перекинут обратно, все хорошо. Это просто потому, что я барьерчик не сделал достаточно высоты. Все, я понял, хорошо. Вот это я, конечно, сейчас лоханулся. Итак, я вроде разрулил все проблемы. Соответственно, у нас вот здесь экспозиция есть. Экспозиция с маленькими животными. Я так понимаю, что мы можем поставить вот теперь ее вот здесь. Вот, например, здесь одну. Здесь вторую. И у нас с вами здесь можно будет подойти и заглянуть в этот террариум. Вот только, естественно, туда это животное нужно поместить. И как мне это сделать? Продать? Отправить в зоопарк? И поместить, например, вот сюда, да? Слушай, прикольно. Ему не нравится соответствие экспозиции, то есть выкладки в экспозиции. Секундочку. А, здесь, скорее всего, нужно как-то что-то выбрать. Животное. Открыть рынок экспозиционных животных. Подожди. Я думаю, дальше нам с вами просто нужно что-то изучить. Потому что из-за того, что у нас не изучен удав и не изучены для него никакие фишки, мы не можем сделать нормальную экспозицию. Либо, как вариант, нам с тобой нужно, ну, что-то типа вольеров изучить. Может быть, чертежи для вольеров уровня 1. Может быть, здесь что-то. Возможно, какой-то косяк тут у нас. Соответственно, подожди. Давай-ка мы с тобой, например, или дождемся, когда исследование закончится. Дождемся, когда вот здесь вот закончится исследование и попытаемся изучить что-то еще. Вообще-то, можно сейчас в зоопарк добавить парочку, не знаю, одного смотрителя, например. Пускай вот будет здесь. Окей. Это раз. Дальше. Следующее, что нам с вами нужно. Это по-любому еще один уборщик, потому что с этим у нас проблемы. Я заметил, там грязь кое-где. И, естественно, по одному механику и ветеринару. Все окей. Пускай пока что работают. Дальше. Вот здесь вот, я думаю, я сделаю еще один домик смотрителя. То есть вот эту стенку можно будет убрать, домик смотрителя, и сюда выход. Но чуть попозднее. У кого там проблемы? У какого животного? Есть травма страуса. Вызвусь ветеринара. Давай, пожалуйста, поспокойнее. Не нужно здесь травмироваться. Вообще-то, мне кажется, вас слишком много, да? То есть отсюда сейчас самых плохеньких особей просто перекину на свободу. Низкий уровень благополучия. Общение. Что у вас здесь происходит? Стресс. Животное подавлено. Мне кажется, здесь нужно изучить вот эти вот стекла, которые будут непрозрачными. А это находится, секундочку, как раз вот здесь вот. Мы это барьеры как раз изучаем. То есть рано или поздно у нас с вами такие барьеры появятся, мы сможем поменять, и им будет гораздо более комфортно. Потому что у топиров есть с этим проблемы. Секундочку. В зоопедии. Дальше по животному. Нет, не здесь информация. Вот здесь вот где-то. Отношения с людьми пугливые. Видите? То есть в этом плане нам нужно хороший здесь барьер поставить. Слишком-слишком открытый он у них, получается. На них слишком много людей смотрят. Но ничего, они сейчас спрячутся, все будет нормально. Так, я возвращаюсь сюда. Давайте смотреть, что здесь происходит. Например, дровосек, вот этот титан Кансея, отпустить в зоопарк, идет сюда. Вот. И для него совершенно другой получается, да? Он совершенно по-другому выглядит. Ну, там, типа, не совершенно по-другому, но все же. И опять влажность воздуха. Ветеринарные исследования у нас с вами завершаются. Так, это волки. Ну, скоро здесь все полностью исследуется. Кстати, с волков на самом деле можно убирать, потому что там абсолютно все исследовано. То есть вот это можно отменить. Дальше. Возвращаемся назад. И смотрим, что мы еще можем сделать. То есть, например, мы с вами полосадили удавов. Давайте попытаемся для них что-то изучить. Может быть... А, у нас информационные фишки будут добавляться, всякие факты и прочее. Скорее всего. Ладно, договорились. И здесь у нас заканчивается исследование электричества. Соответственно, у нас с тобой есть солнечная панелька. Это очень хорошо. Давай-ка вернемся обратно на страницу с исследованиями. Подожди. Здесь что? Медведи гризли? Честно говоря, мне кажется, с гризли тоже можно все убирать. Здесь, правда, еще одна игрушка для них. Ну ладно, пускай пока что исследуется. В будущем по-любому пригодится. А мы здесь с вами сейчас перекинем вот сюда, на вольеры. То есть поставим сюда вот его. Температура. Приемлемо. Мы вот здесь вот можем все это дело настраивать. Температура, влажность, воздухо. Все, я понял. Слишком низкая. Мы можем просто сейчас поставить... Общие температуры, это не то. Влажность, воздухо. А, здесь просто неправильно написано. То есть предположим увеличение влажности, да? Возвращаемся сюда. Вот просто из-за того, что я их еще никогда не строил, у меня с этим были небольшие проблемы. Я не знал, что именно так можно это дело регулировать. Так, секундочку. Здесь слишком жарко. Сейчас мы понизим. Пускай будет 28. Но тем более там по каждому животному, скорее всего, есть информация. То есть если мы с вами где-то выберем, здесь опять же слишком жарко. Опять же понижаем до 30. До 28 пускай даже будет. Вот, 35 написано, да? Или что здесь нужно? Вот, здесь как раз галочки есть. Все, я только что обратил внимание. Слишком-слишком хорошо. Подожди, вот так вот 30. Влажность, воздухо 70. То есть нужно чуть-чуть прибавить. Во, все, я понял. Я понял, как это работает. Поперечно-полосатый древолаз. Представляете? Это то самое, опять же, что у нас в Гринхелл жалило. Это у нас с тобой самочка. Я просто ищу самцов и абсолютно не вижу. А, вот самец. Хорошо. Пускай будет он. Соответственно, секундочку. Сюда мы с тобой выпустим сейчас. Пускай здесь будут как раз лягушки. Отправить зоопарк сюда. И это тоже сюда. А вот здесь у нас с вами будут пауки. Во, хорошо. 29-28 градусов. Шикарно. С этим разобрались. У тебя температура, ну тоже что-то типа 35, наверное, 33. Вот так вот. И влажность слишком высокая. Нет, слушай, еще нужно. Хорошо. Пускай будет 30. Есть. Хорошо. Это сделали. А влажность нет. Наоборот, слишком низкая. То есть влажность нужна прям очень серьезная. Под 90. Совсем как в Амазонке, да? 80, 87. Перебор. 89. Вот так вот хорошо. И по поводу схемы. Сейчас, сейчас буду разбираться, как это исправить на самом деле. Но. Это еще не все в плане постройки. Хм. Кстати. Здесь на самом деле, знаете, что можно сделать? Подожди. Я не знаю, насколько это правильно, но все же объекты для посетителей. Здесь у нас с тобой будет еда. Секунду, а что ты? Вот сюда пошла еда. Есть. Бумц. А вот здесь у нас пошла вода. Потому что они были этим недовольны. Плюс сюда пошли парочку торговцев. Мы сюда можем поставить солнечную панельку. Мы теперь вообще везде можем поставить солнечные панельки. Потому что они, ну, как бы сказать, стоят десятку. Это раз. А во-вторых, они бесшумные. В отличие вот от этой, вот от этой штукенции, которую можно отсюда просто вот так вот бумц убрать. Они совершенно не производят шума. Пускай стоят здесь. И плюс очень дешево стоят. Так, с этим разобрались. Опять же, трансформатор. Вот этот можно удалить. Есть. Хорошо. Ставим сюда вот это добро. Водочистым сооружениям нужны электроэнергии. Они нужны для того, чтобы поддерживать чистоту в водоемах. О. Хорошо. Чтобы вот в этих водоемах, где вот как раз у нас с вами грязище скапливалось, вот здесь вот была чистота. А здесь нужны вот эти штуки. Все, я понял. Ну, то есть, по идее, вот эта штука здесь должна работать и очищать вот эту воду, да? Большое количество мусора, да? Я это уже заметил заранее. То есть, нужно сейчас, наверное, еще одного просто уборщика заказать. Мы потом будем еще добавлять домики для персонала. Просто прямо сейчас это не нужно. Давайте добавим сюда воду. Вообще-то нет. Секунду. Я вспомнил. Здесь нужно было им сделать немножечко побольше вот это место, потому что им не нравилось. Вот теперь добавляем воду. Ну, вот так вот пускай. Хорошо. Вот теперь все должно нравиться. Окружение. Все замечательно. Есть. Ну, а вот здесь вот, конечно, водичка грязная. И до сюда ни одно отчистное сооружение не достает. Ладно, с ними мы еще успеем разобраться, потому что я хотел здесь сделать подземный террариум. Соответственно, для этого нам с вами нужно теперь поставить вот эту штуку. Высота сделать, предположим, 11. Я сейчас покажу, что я хочу сделать. Мы это дело попытаемся все накрыть, если это возможно. То есть, как я и сказал, фишка заключается в том, что террариум будет подземным. Секундочку. Здесь тоже нужно сделать. И я так думал, а как мне выровнять землю вот здесь наверху? И мне кажется, я придумал. Секунду, сейчас мы это с вами здесь сделаем все. Потому что очень сложно вот это вот строить. Но у нас же с вами есть выравнивание. Вот так вот можно будет потом все эти неровности сгладить. Добавить сюда каких-то еще элементов. То есть, прямо сейчас, видите, уже там можно вот так вот травой все засадить. И прямо здесь сверху. То есть, вот здесь мы с вами тоже все это сгладим. Здесь будет как бы пригорок. Холмик такой. И потом здесь сверху. Кстати, вот это все тоже можно сгладить. Вот так вот. Слушай, а прикольно получается. Мне прям нравится. Вот, соответственно, здесь будет вход в террариум. Вот это отсюда уберем. Потому что здесь водоснабжение, мне кажется, не нужно. Это вообще можно отсюда просто удаляем. Это нужно вот для этой точки, но это можно было спрятать любое другое место, чтобы это не мешало нашим людям, то есть водоснабжение пока что временно пойдет вот сюда, рядом с ним пойдет вот это добро, бомц, есть, хорошо, ну, то есть потом это с вами изменим, а вот здесь будет тот самый террариум, про который я говорил, то есть здесь он будет подземным, это раз, опа, здесь можно убрать эту траву, пожалуйста, секунду, мне не нравится, что там трава, видите, она как бы просочилась сквозь, вот эта кисточка просочилась, и посадила огромное количество травы здесь, хорошо, кризли беременна, отлично, у нас с вами скоро появится детеныш, так вот, мне нужно сейчас здесь вот эту фишку с травой сейчас все это быстренько убрать, то есть мы с вами вот так вот здесь все поменяем, соответственно, у нас с вами исчезает отсюда трава, как видите, я изменил опять же и саму дорожку, потому что это террариум, и внизу будет все немножко по-другому, я не знаю, можно ли поднять потолок, это нужно разбираться, то есть, ну, вообще-то на самом деле неплохо, мне кажется, меня тут выкинул, сказал, пошел вон отсюда, тихо-тихо-тихо, игра, не глючим, все, я здесь все перестроил, то есть восстановил вот это место, теперь, как видите, здесь все хорошо, есть урны для пожертвований, они, в принципе, работают нормально, здесь, у нас с вами здесь нету продавцов, но они придут, здесь просто не было электричества, они отошли из-за этого, но они вернутся с этим все будет хорошо, по поводу смотрителей, смотрители ходят, ухаживают за экспозицией, все в порядке, я надеюсь, что, а что ты там вообще делаешь, мне интересно, протираешь, вообще-то, знаете, что можно сделать, ландшафт, я только что это понял, смотри, неровный камень, и покрасить все в камень, Вау, слушай, реально Сделать это пещерой Ну, это был первый эксперимент, первая проба пера, то есть тут, естественно, нужно все это дело достроить, желательно, честно говоря, приподнять потолок, но мне кажется, людям здесь нормально, то есть они головой не бьются, у них до потолка еще довольно-таки высоко, потолки здесь получаются, ну, где-то метра два с половиной, три, наверное, ну, что-то типа того Опять же, экспозиции, им они не мешают, то есть вот таким вот образом можно продолжить все это вперед, но прежде чем продолжать вперед все это дело, секундочку, давайте здесь сюда красим Есть, хорошо, с этим пока что закончили, сверху пока что красить не будем, а сверху будет еще один вольер, и здесь будет, на самом деле, проходить дорожка, то есть здесь тоже будут люди ходить Вода стала чистой, у них все хорошо, сюда почему-то, смотрите, не налил воду, но, в принципе, это не обязательно Самое главное, это, самое главное, это медвежонок, подожди, где он? У нас с вами, ты же не мертвый? Нет, ты просто спишь, взрослый особь, спит все хорошо Вот он маленький, все, вот он спрятался, ты смотри Ванесса, девочка Ой, красота какая, у нее хорошие более-менее показатели Блин, ты посмотри, какая красота Здесь грязновата у них, ну ладно, с этим тоже разберемся И, если я не ошибаюсь, у нас вот этот бычок, только кто из них, я, честно говоря, не знаю Один из бычков, который должен быть самым молодым, по идее Подожди, сейчас посмотрим, 19,9, но они скоро умрут Мы их с вами даже не можем продать 19,7, подожди, 24, значит вот он, 7,4, это получилась самочка Фертильность 50%, но я хотел посмотреть не это Могу ли я тебя продать именно за эко-баллы? Торговля с животными Центр обмена животных Выбираем ее Да, могу продать Мы можем ее продать, тем более буйволы довольно-таки, ну, довольно-таки дорогие То есть таким образом можно их как раз размножать У нас с вами где-то еще одно мертвое животное Травма, я тебя не вызвал, смотрителя, питание Что такое питание, частота воды А, ты все-таки выпил отсюда воды, зараза такая Я сейчас это уберу Давай, вот так вот, раз Его перекинуло в ящик Лети, пожалуйста, вот сюда Есть, хорошо Ландшафт заливаем по новой чистую воду Есть, вот так вот, им будет так нормально Далее, это у него в прошлом как раз питание, была грязная вода Но сейчас все будет хорошо Объекты Мы сейчас поставим все-таки сюда очистку воды Вот это вот, да? Водочистное сооружение Но оно до него не достает Вот так вот достаешь Вот так вот более-менее Есть препятствие, подожди Если бы я знал В общем, нужно будет обязательно их отсюда переселять Убирать этот вольер и переселять в другое место И так вот у нас с вами внутри скалы И я так подумал, что нужно вот здесь вот везде накидать тоже камней Причем камни могут быть, ну, на самом деле, может быть, даже вот такие было бы лучше Я так просто сейчас смотрю, как это сделать получше, чтобы это более аутентично смотрелось Чтобы смотрелось как пещера Соответственно, здесь мы с вами накидываем вот такие камни Ну, я же думаю, вы понимали, что у нас с вами не будет вот именно вот такой холм и холм Холм это не так интересно Эти камни тоже, на самом деле, мы сейчас с вами заменим Потому что мне вот такие гранитные, я не знаю, как это назвать, блоки Больше понравились Можно сейчас поставить сюда разные И у нас с вами получается вот такой вот вход Но это, на самом деле, еще не все Мы же, на самом деле, можем вот такими камнями задекорировать потолок, да? Ну, это как бы я сейчас просто здесь так экспериментирую Но, по большому счету, вот смотри, мы его сюда ставим Дальше мы его, например, можем вытащить вот так вот немножко, да? Ну, соответственно, не то, чтобы вытащить, а наоборот Мы его можем утопить в потолке при помощи вот этого инструмента То есть вот так вот все это дело нужно будет заложить, естественно, камнями Чтобы это смотрелось как огромная пещера Мне кажется, даже из камней можно было такую пещеру просто построить Вот сейчас я просто начал это делать И мне пришло в голову, я мог накидать из камней пещеру Но я хотел, чтобы сверху была земля, чтобы трава была А на камнях мы с вами траву не вырастим И наверху у меня будут эти самые, как они И наверху у меня просто будет еще один вольер То есть вот здесь вот, смотрите Здесь дырочка, дырочки быть не должно Эту дырочку нужно застроить вот таким вот образом И, естественно, потом это дело выровнять при помощи кисти Соответственно, нет, секундочку, не этой кисти Вот этой кисти выравнивания Мы с вами вот так вот это делаем Главное, чтобы снизу у нас там опять трава не появилась Но, если что, мы ее уберем Блин, прикольно Здесь такой безграничный простор для строительства Это просто дичь Секунду Давайте немножко опустимся Кстати, здесь есть возможность Взять под контроль одного из уборщиков Ну, или там, любого служащего И, соответственно, при помощи него ходить по зоопарку Я сейчас попытаюсь найти, как это делается Я где-то это видел, где-то слышал об этом Просто не знаю, как точно делается Жажда голод, электроэнергия, удовлетворенность Все эти фишки будем удовлетворять позднее Потому что прямо сейчас я хочу здесь поставить Ну, там можно было информацию там поставить Ну, нет, подожди, это не то Мы переместим его вот сюда Как будто бы он на камне на этом прилеплен А покрасить тебя можно Цвет вывески Пускай будет... Ну, нет Коричневый Ну, типа... Ладно, хорошо Пускай будет коричневый Но, типа, такая... Не очень красивая фигня получается Еще раз строительство Нет, здесь ничего такого нету Ну, то есть здесь у нас с вами стоит паук И... Там у нас с вами экспозиция В которой как раз находится наш небольшой террариум У кого-то шарик улетает Я тут просто немножко пытаюсь это дело изменить Чтобы это все смотрелось так более-менее приемлемо То есть вот это пошло сюда Окей Теперь там этой дыры больше нету Вот здесь вот есть дыра Но это опять же можно вот просто, не знаю, сместив тебя вот сюда Секунду Не то Сместив вот этот камень сюда Это можно закрыть И у нас получился вот такой вот террариум Сюда можно было бы также поставить освещение И если я все правильно понимаю Чтобы им здесь было максимально комфортно Секундочку Нам просто нужно выучить Продолжить изучение здесь, например, да? А что происходит? Почему вы не хотите здесь ничего изучать? Здесь кошачий лемур Да давай тебя отсюда уберем Ася, не нужно ничего изучать Здесь тоже перестанем изучать Секундочку Ну-ка Поставим тебя вот сюда Это заглюк какой-то, да? Я не могу поставить Ну, ладно, хорошо На самом деле Здесь тоже больше не нужно Здесь все выучено Обыкновенный удав А, вот пошло изучение Обыкновенно На бульволе Подожди Это какой-то заглюк Это просто какой-то заглюк Я ставлю изучать вот здесь Вот, ну, то есть Удава, да? Перетаскиваю сюда вот ее Смотрите Она начинает изучать Но зачем-то она начинает изучать Это дело здесь То есть это на самом деле Просто нужно перезапустить игру Так вот Нам нужно сначала выучить Улучшение среды Я уже просто заглянул И после этого Можно будет вот здесь вот В схемах Просто добавить им В схему животных Вот здесь выбрать ее Но прямо сейчас У нас этого нету Следующий выпуск будет Когда у нас игра выйдет в релиз Соответственно Тогда можно будет здесь Продолжать все перестраивать Переделывать Что-то делать Я не знаю Вот в таком вот стиле То есть зеленом Здесь это все Можно будет перестроить Изменить Это так можно сказать Набросок А вообще я лучше бы На самом деле Все начал с нуля И просто все начал По-другому делать Потому что здесь есть Проблемы с электричеством И с прочим Теперь я знаю Как что нужно строить Разобрался с этими Со всеми фишками Ну как я и говорил В принципе в прошлом выпуске На этом пока что все Если понравилось Пожалуйста поставьте лайк Продолжать будем уже После 5 ноября Ну может быть прям В день в день Может быть чуть-чуть Позднее посмотрим Так что не забывайте Подписываться Чтобы не пропускать новые выпуски Удачи друзья Пока Увидимся в них Субтитры сделал DimaTorzok